Изменения в экономическом развитии Великого княжества Литовского во второй половине 16-го, первой половине 17-го веков привели к развитию торговли и товарно-денежных отношений. Как изменилась экономическая жизнь страны в результате волочной померы? Как эта реформа повлияла на положение крестьян? Как изменились белорусские города? Что нового появилось в развитии ремесла и торговли? На эти и другие вопросы вы получите ответы, изучая сельское хозяйство и городскую жизнь в середине 16-го, первой половине 17-го веков. Обратите внимание на условные обозначения, которые напомнят о пунктах плана, подскажут важную информацию для записи в рабочую тетрадь и задания, которые вам предстоит выполнить. Вы узнаете, что привело к проведению аграрной реформы и как ее реализация продолжила оформление крепостного права. Узнаете, как преобразования в городах и местечках способствовали расцвету ремесла и торговли. Познакомитесь с понятиями, что такое волочная помера, юридики, просолы, кто такие гости. Изучите основные понятия для описания категории крестьян и их повинностей. Во второй половине 16-го, первой половине 17-го веков успешное развитие государства по-прежнему зависело от сельского хозяйства. Владение землей обеспечивало не только постоянный доход, но и влияние человека в обществе. Развитие городов внутри страны и рост населения в странах Западной Европы вызвали увеличение спроса на зерно. Поставьте видео на паузу и определите, продажа какой сельскохозяйственной культуры давала наибольший доход и почему. Наибольшую прибыль от продажи хлеба могли получить шляхтичи, так как их товары не облагались пошлинами. Однако, чтобы получить больше дохода, нужно было перестроить все хозяйство. Поэтому землевладельцы начали искать новые формы хозяйствования. Это способствовало переходу от натурального к товарному хозяйству. В ходе изучения аграрной реформы предлагаю вам составить таблицу и сделать вывод, в чьих интересах она была проведена. Первые попытки хозяйственного реформирования были предприняты в 1530-1540 годах королевой Бонной Сфорца. По ее распоряжению были определены точные размеры крестьянских наделов и повинностей. Преобразования, проведенные ею в Клецком и Пинском староствах, дали быстрый экономический эффект. Бонна Сфорца – королева польская и великая княгиня Литовская, жена Сигизмунда I Старого. Деятельность королевы и ее окружение значительно способствовало распространению на белорусских землях достижений итальянского возрождения. В 1550-е годы Сигизмун 2 август, чтобы увеличить доходы казны, провел реформу в государственных владениях. Основным документом аграрной реформы или волочной померы стала устава на волоки 1557 года. Все пахотные земли делились на стандартные размеры наделы – волоки. Одна волока составляла около 21,36 гектара. Все подати взимались с крестьянского хозяйства, при этом площадь земли и количество чинов семьи не учитывались. Теперь же, если земля была плохого качества, размеры волоки могли увеличить почти вдвое. Как правило, в большинстве крестьянских хозяйств имелось полволоки. Если семья могла позволить себе обрабатывать большее количество, то она брала волоку. На плодородных землях создавались фольварки. Результатом реформы стали рост доходности государственных владений и усиление крепостного права. Она законодательно прикрепила к земле всех крестьян, которые пользовались отдельным наделом земли. Поставьте видео на паузу и определите положительные и отрицательные результаты аграрной реформы 1557 года. Процесс закрепощения крестьян продолжился в статутах ВКЛ 1566 и 1588 годов. В итоге поиск беглых крестьян увеличился до 20 лет, а большинство крестьян утратили личную свободу. Размер и вид повинности зависели от качества и количества земли у крестьянской семьи и определялись землевладельцем. Феодал был заинтересован в том, чтобы каждое хозяйство постоянно приносило прибыль. Поэтому существовали различные формы хозяйствования и основные виды повинностей. Поставьте видео на паузу и при помощи схемы сравните размер и количество повинностей для разных категорий крестьян. Чрезмерное увеличение повинностей и податей приводило к недовольству крестьян. Поставьте видео на паузу и ответьте, какая из форм сопротивления встречалась чаще всего. Аргументируйте свой ответ. С середины XVI века стала расти численность городского населения на белорусских землях. Этому способствовали экономические преобразования в стране. Проведение волочной померы стимулировало развитие торговли. В свою очередь это привело к быстрому росту количества местечек. Большинство белорусских городских поселений, среди которых глубокое, шклов, сено, известны именно с XVI века. Крупными торгово-ремесленными центрами остались Полоцк, Могилев, Вить, Взбересье, население которых составляло более 10 тысяч человек. С начала XVII века в строительстве стали чаще использовать камень и кирпич вместо дерева. Кроме костёлов и церквей, каменными делали первые этажи богатых домов, города приобретали новый соответствующий времени облик. Отошли от средневековой закутанные планировки, появилась регулярная застройка с кварталами и центральной рыночной площадью. Рост количества городских жителей происходил в значительной степени за счёт пришлых людей. Для увеличения доходов шляхта и духовенства селили на своих городских участках зависимых от них крестьян-ремесленников. Так постепенно в городах с магдабургским правом возникали юридики – отдельные районы, которые не подчинялись городским властям. Как и крестьяне, все мещане платили различные налоги государству и собственнику земли. Города с магдабургским правом ежегодно платили государству за пожалованные им городские права, остаток от налогов оставался в городской казне и шёл на нужды города, оборону и благоустройство. Вторая половина XVI-го, первая половина XVII-го веков стали временем наибольшего расцвета ремесленного производства и промыслов в городах. Возросло количество ремесленников, углублялась ремесленная специализация. Всего в этот период существовало около 200 ремесленных профессий и специальностей. Поставьте видео на паузу и найдите белорусские города с наибольшим количеством профессий. Развитие ремесла и торговли способствовало появлению ремесленных цехов почти во всех городах. Каждый цех имел свой устав, утверждённый королём, казну, герб и печать. Они регламентировали количество, качество продукции и цены на неё. В него должны были входить люди добродетельные и женатые, которые не были пьяницами или игроками в кости. Из их числа раз в год выбирались цеховые мастера. Ремесленники, не входившие в цех и работавшие без разрешения, назывались портачами. За продажу продукцию их штрафовали, конфисковывали товар и стремились изгнать из городов. Торговцы также объединялись в профессиональные организации, купеческие цехи, братства, соответствующие западноевропейским гильдиям. Они определяли правила торговли, защищали интересы своих членов, запрещали торговать тем, кто не входил в братство. Кандидаты на вступление должны были получить рекомендации от купцов братства, принести присягу магистрату и внести вступительный взнос. Внутренней торговлей занимались просолы, а внешней купцы – гости. По торговым дорогам, трактам. Часть товаров продавалась в лавках, на рыночных площадях. Развитию внутренней торговли препятствовали цеховые ограничения. Небольшое количество денег у крестьян, различные меры веса и монеты. ВКЛ и Польша все еще пользовались разной монетой. Чтобы ускорить экономическое развитие, Стефан Батури уравнял меры веса и достоинства польского и литовского грошей. Поставьте видео на паузу и с помощью схемы приведите доказательства того, что ВКЛ выполняла роль посредника в торговле между странами. Свой ответ обоснуйте. Военные и политические события, экономические преобразования обусловили рост социальных конфликтов. Поставьте видео на паузу и найдите причины выступлений и формы сопротивления горожан. Самым значительным в 1606 году стало городское восстание в Могилеве во главе с цеховым мастером Стахором Митковичем. Восставшие контролировали город два года. Новые волнения не принесли результата. Вы изучали сельское хозяйство и городскую жизнь в середине 16-го, первой половине 17-го веков. Для закрепления своих знаний предлагаю вам поставить видео на паузу и выполнить следующее задание. Объясните логические связи между предложенными явлениями. Надеюсь, что вы справились с заданиями. Сделаем вывод. В первой половине 17-го века ВКЛ стала одним из основных поставщиков хлеба в страны Западной Европы. Увеличение доходов государственной казны и землевладельцев способствовало укреплению экономики страны. Основной формой хозяйства до конца 19-го века стала фольварочно-барщинная система. Активно развивались товарно-денежные отношения, что способствовало развитию культуры, образованию, военного дела. Значительно увеличилось количество городов и их населения. Шло формирование внутреннего рынка, создавались новые профессиональные объединения. Подведем итоги. Если вы смогли ответить на все поставленные вопросы, предлагаю вам задание под номером 1. Если были затруднения, под номером 2. Также можно выполнить задание по QR-кодам на страницах 79 и 87 в учебном пособии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...